Добрый день! Сегодня, наверное, в продолжении нашего цикла о терминах философских, философский энциклопедический словарик, мы решили поговорить о понятиях, о терминах, смысл и значение. Ну, прежде всего, давайте ограничим тематику, объем, потому что иногда под смыслом понимают нечто такое большое, значимое, смысл жизни, смысл к чему-то стремиться. Вот об этом говорить не будем. То есть смысл, значение цели, то есть иногда часто используют смысл, а значение цель не будем говорить. Есть второй крайний вариант использования термина смысл, когда смысл отрежествляют со значением. И это довольно часто встречается и в философии. Фреге также отрежествлял смысл и значение, считал их синонимами. То есть когда мы говорим, вот стол, значение слова стол, вот вот этот стол, смысл слова стол, этот же стол. То есть я использую слово стол в смысле указания на этот стол. Но встает вопрос, у нас все-таки в языке два слова, смысл и значение. И хотелось бы их различать. И тем более, как станет понятно из моего разговора, они очень сильно различаются. То есть что такое значение? Вот я могу взять слово стол, открыть словарик, словарик толковый, и прочитать значение этого слова. Мебель, такая-то, такая-то для этого. Я могу взять слово яблоко, открыть толковый словарик, яблоко, такой-то фрукт, такой-то формы, такого-то вкуса. Что такое дерево? Могу посмотреть значение. То есть значение это фиксированное в обществе, фиксированное в языке содержание этого слова. То есть если вы говорите о содержании, то скорее всего лучше использовать слово понятие. То есть у меня есть понятие стул, у меня есть понятие яблоко, у меня в голове есть понятие дерево. И значением слова дерево является мое понятие дерево, которое раскрывается в словаре. Значением слова стол есть мое понятие стол, значение которого раскрывается, содержание которого в словаре. И в принципе значением мы пользуемся для указания на вещи. Большинство нашего общения проходит в указании на вещи. Мы оперируем значениями. Подай мне яблоко, принеси, положи его на стол, яблоко упало с дерева. Здесь мы только оперируем значениями, значениями слов. Значение может быть не только у слова, можно сказать, скажем, значение есть у вещей. Ну скажем, вот тогда где-то коррелирует значение с назначением. Вот ящик, у него есть некое значение и назначение, прямоугольный предмет для хранения вещей. Значение может быть у некоторого действия. Вот значение уборки комнаты привести в порядок комнату. Однозначно вот это действие. Теперь, а что же такое смысл? Вот мы берем тот же ящик, тот же ящик, да, в ситуации, когда ко мне пришли гости, у меня нет никаких стульев, люди смотрят, куда бы сесть, я показываю, я говорю, ящик. Ящик используется в смысле стула. Человек понимает, он понимает значение, он понимает, что я показываю на ящик. Я показываю на ящик. Но в смысле стула используется. Или начинается дождь, я кричу дерево. Дерево. Значение, слово дерево, указать на дерево. Но смысл я передаю другой, укрытие. Я спрячу, давайте спрячемся под деревом, используем его как укрытие. Или скажем, есть действие забить гол. Футбольный гол, да. И я в значении, если я это сделал, использую как только по значению, это значит закатить мяч в ворота. Но после я могу сказать, что я посвятил этот гол тебе. Это смысл. То есть смысл указывает всегда на что-то другое, чем значение. Либо ситуация, я вхожу в комнату, вижу стул, вижу люди стоят. Скажем, такая шпионская ситуация, да. И человек, мой агент, стоит посередине, я вижу, что сейчас он провалится. Я ему кричу, стул. Он хватает стул, разбивает окно и выпрыгивает. То есть я использую слово стул в смысле орудия для разбивания окна. Понимает только он, я. Смысл в контексте. Смысл всегда конституален. По контексту, чтобы понять смысл, нужен контекст. А значение, все поняли, все посмотрели на стул. И я указал на стул. Либо идет человек, задумался, я ему кричу, стул. Он спохватывает и смотрит, и свет чуть наткнулся на стул. Я использую слово стул для обозначения смысла, для указания на смысл прекрата. При этом стул здесь как таковой. Там могла быть тумбочка, там может быть столб. То есть значение. Это имманентное содержание слова, действия, предмета, назначение, которое зафиксировано в языке, зафиксировано социально и зафиксировано в словарях толковых. Обычно по одному значению, но бывает по два-три значения. Смысл. Смысл. Это не зафиксировано нигде, ситуационное, контекстное понятие, которое я хочу передать с помощью этого слова или этого предмета. Вот скажем, человек просто убирает комнату. В значении навести порядок. Если рядом стоит человек другой, я этим действием могу показать, как мне это достало. Это будет смысл. Я всем своим поведением показываю. Или наоборот, какое мне удовольствие доставляет уборка, чтобы доставить и сделать тебе лучше. То есть смыслы всегда, прежде всего, коммуникационные. То есть находясь один в комнате и убирая, я не вкладываю никакой смысла в это действие. Когда я иду по улице на прогулке, я в свою походку не вкладываю никакого смысла. Но если есть некий человек, который наблюдает, я могу очень в походку вложить какой-то смысл. Если девушка идет, она идет со смыслом, она что-то показывает. Смысл моего действия, ходьбы, привлечь внимание, намекнуть на что-то. То есть значение, оно существует до предмета. Нет, оно существует вместе с предметом, оно фиксировано, оно привязано. То есть дерево, оно не существует, пока не названо. Это отдельная тема, отдельная тема формирования смысла в значении понятия. Это мы чуть-чуть попозже. Мы сейчас говорим о ситуации текущей, на данный момент, когда мы уже знаем, что есть слово дерево и есть понятие дерево. Что есть слово ящик и есть понятие ящик. Что есть действие уборки комнаты и есть слово, которое называет это уборка. Пока генезис мы не рассматриваем. Генезис не рассматриваем. Мы рассматриваем текущую ситуацию только. Текущая ситуация, если мы говорим, что ящик существует, это есть его смысл? Нет, это его значение. Это его значение. В качестве обозначения. Если мы просто используем слово ящик написанное на листе, ящик написанное, то у нас в голове при прочтении этого слова возникает понятие, что это такое, и это есть значение. Никакого смысла здесь нет. Скажем, когда я знаю значение всех слов, вот мне сказал Игорь какое-то предложение, и я знаю все значения слов, я понимаю все значения слов, я могу взять словарик и даже посмотреть все значения слов, я говорю, я не понимаю смысл. Я не понял смысл, который ты мне хотел передать. Значение знаю, то есть смысл это всегда нечто свыше значения. То, что передается с помощью знаков, с помощью слов, с помощью действий, но не заключается в этих знаках, в значении этих знаков, в значении этих действий, в значении этих предметов. Если ребенок, когда учат букву, он знает, как пишется букву, но он не понимает, что такое слово. Нет, если он пишет слово и знает слово, он знает значение этого слова. Почему? Он может написать на любой направлении? Нет, давайте не разбирать. Но я как-то, чтобы понимать, что такое значение. Значение. Я знаю, мне их писать, могу даже написать из буквы последователей. Нет, давайте про слова. Но смысла в этом не будет никакого. Да, смысл. То есть смысл, если мы возьмем, для примера хорошего, чертеж. Вот чертеж перед нами. Я составил чертеж, нарисовал все ровно по ГОСТу, все линии выносные, толщину, все штриховки сделал по ГОСТу, передал рабочему, он полностью выполнил по этому чертежу деталь. Здесь смысла не было никакого, только значение. У каждой линии есть свое значение. Он однозначно по ГОСТу понял это значение и однозначно воплотил это в детали. Если даже этот чертеж заткнул в компьютер, отсканирую, компьютер поймет по значению все, что там есть и сможет создать 3D-модель. То есть здесь идет оперирование только значениями. Значение всегда зафиксировано формально, либо совсем формально, может быть, в формальных языках, как чертежных, либо в языке человеческом. Значения всегда зафиксированы. И никакого смысла в этом чертеже нет. Но если я беру стихотворение, поэзию, я знаю значение каждого слова, даю прочитать, человек читает, я понимаю значение всех этих слов, но смысла не вижу, они вообще не понимают, что через поэзию, через художественную литературу передается смысл. Смысл всегда между строчек. Смысл всегда дополнительно некое понимание, некое понятие сверх значений, знаков. То есть смысл это связанник? Нет, сейчас давайте тогда точно скажу, что такое определение. Значит, у слова, у знака есть значение. Это фиксированное, стабильное в обществе, в документах понятие, которое зафиксировано за этим знаком. То есть вот за знаком яблока зафиксировано понятие яблока. Вернее, даже наоборот, за понятие яблока обозначено знаком слово яблоко. Это значение. Смысл, это понятие, которое не зафиксировано за знаком, не зафиксировано за текстом, не зафиксировано за действием, не зафиксировано за предметом, Но возникает по ситуации, по контексту, по некому действию в коммуникации. То есть то, что лежит за значениями, то, что я передаю, то, что я хочу перескать. Я скажу, слово яблоко написанное, оно не имеет никакого смысла. Но я могу сказать, яблоко. Яблоко. То есть я произношу знак, но вкладываю некий смысл. Вот этот смысл, я могу сказать, груша, груша. То есть оно никак не привязано к самому знаку, к слову. Это то, что передается посредством знака, что понятие, смысл это понятие, передающееся посредством знака, действия предметом, не привязанное жестко к этому знаку, действию предмету. Почему же, когда вы говорите разными тонами, разной интонацией слова яблоко, сама по себе интонация, она уже тоже имеет значение, то есть я как-то договорились между собой люди, что там повышающая интонация. Ну это, да, этот пример нечистый, это действительно пример нечистый, потому что здесь помимо одного знака слова есть еще знак эмоция, скажем, мимика какая-то, да, этот нечистый пример, но все равно в любом случае смысл это понятие, которое фигурирует за значением, которое подразумевается, которое может быть понято или не понято, в зависимости от того, является ли человек в контексте, знает ли контекст. Вот скажем, я могу сказать запретный плод, я произнес два слова, значение которого каждому известно, что такое плод и что такое запретный, но смысл был яблоко, смысл, в данном случае смысл фразы запретный плод был яблоко, и для того, чтобы знать этот смысл, нужно знать не только значение слов запретный плод, а нужно знать христианский контекст цивилизации христианской. Если ты не знаешь Библию, если ты не знаешь христианские какие-то понятия и какие-то контексты, то ты не поймешь, что я сказал запретный плод. Когда я пишу текст какой-то, я использую слова, имеющие определенное значение, я выставляю их так, чтобы передать какой-то смысл, который хотел бы передать, который не заключается в этих словах, но и хотел бы. Даю другому читать, другой читает, говорит, я не вижу никакого смысла. Я понимаю значение всех слов, но смысла я здесь не вижу. То есть в тексте смысла нет. И только при условии, если есть некий смысл в голове читающего, и он его связывает с этим текстом, смысл всегда в голове. Смысл — это понятие. В тексте никакого смысла нет. Мы всего лишь, текст используется для генерации смысла, для фиксации, как бы я пытаюсь, а у читающего он генерирует смысл. Но в самом тексте смысла нет. И поэтому даже такая ситуация, когда человек писал какой-то текст, не имел в виду этот смысл, а мы его вычитываем. Мы вычитываем смысл, которого там нет. Значит, человек не заложил этот смысл, а смысл только существует у нас в голове. А гениальный текст — это тот текст, который может генерировать смысл, который даже не предусматривает самим автором. Он генерирует много смыслов у читателей. Часто предусматривает, часто не предусматривает. А теперь действительно поговорим о генезисе, то есть откуда у нас вообще берутся понятия, смыслы и значения. Значит, у нас есть палка, скажем, и камень. Палка, камень. Я использую палку в значении палка. Длинная ветка, прямая. Камень в смысле, в значении камень. Просто камень, лежащий. Я знаю только значение, использую как это значение, споткнулся о камень, сломал палку. Никаких смыслов здесь нет. И если в языке все предметы и все слова используются только по значению, то язык не развивается. Но если я вдруг взял этот камень и стал бить орехи, потом еще что-то стал разбивать им, то есть я стал делать какое-то действие с неким понятием, с неким смыслом, смыслом, которое не заключено в самом этом камне. Потом я взял эту палку и стал ею использовать как орудие или оружие. Это некий смысл новый, который не заключен в самом слове палка и в самом предмете палка. Значение слова палка заключено вот в этом предмете палка. Но оружие там не фигурирует. Но новый смысл появился. Оружие. И когда я периодически возобновляемо использую некий предмет и некое слово в новом смысле, у меня рождается новое понятие оружие. И рождается новое понятие долото с камнем. То есть по сути понятие это устойчивый зафиксированный смысл, возникший случайно. Ну скажем, вот было бревно какое-то, да, я скатал из бревен кладку, сделал дом. Были камни. Я сложил камни, сделал дом. Даже были ледяные кубы. Я собрал из ледяных кубов и сделал дом. И у меня повторяющаяся вот эта операция строительства дома, появился новый смысл. Строительный материал. То есть ни в камне, ни в бревне, ни в куске льда не заложено значение строительный материал изначально. Но включенное в действие, в некий смысл, в некую смысловую деятельность, которая возникает в деятельности, появилось новое понятие строительный материал. То есть повторяющийся, закрепленный смысл всегда порождает новое понятие. А новое понятие порождает новые слова. То есть новое понятие разбивания всего чего угодно породило новое понятие «долото» и слово «долото». Использование палки как копье, как оружие и оружие породило новое понятие «копье» и слово «копье». Но есть еще один момент, как вообще появляется и даже значение, откуда оно берется. То есть что первично, понятие или значение. Вот скажем, я иду по лесу, у меня есть понятие только «лес» и слово «лес», но у меня нет еще слов «куст» и «дерево». Нет. И я не вижу ни кустов, ни деревьев. Нет. То есть я не могу подойти к одному единственному кусту и назвать его «куст». Не могу подойти к дереву и назвать его «дерево». То есть когда я начинаю замечать, что в лесу есть много-много-много-много-много чего-то отличного от много-много-много другого чего-то мелкого. Вот есть понятие некое мелкое, а другое все высокое. То есть у меня возникает понятие, у меня возникло два понятия разных. Вот первично понятие, развлечение понятий. А уже когда у меня возникли понятия, я их поменовываю. Я поменовываю словами, не вещи, а понятия. У меня появился, а вот большое буду называть словом дерево, а маленькое буду называть словом куст. И после этого я называю конкретный куст словом куст, конкретно дерево словом куст, словом дерево. То есть, но довольно часто приходится сталкиваться с тем, что значением слова является предмет. Не предмет, а понятие. И рождается слово, как по преподаванию понятия. Если у меня нет еще понятия, я не различил кустых деревьев, то у меня слово никак не может возникнуть. А смысл с понятиями каким-то образом связан? Понятие со знаком – это значение. Если у нас еще нет фиксированной связки, то мы говорим о смысле. То есть, смысл – это понятие, возникшее у нас, либо которое я хочу передать, но у которого нет фиксированной связки. Эта фиксированная связка может быть умышленно, не использоваться в художественной литературе. Я скажу, у меня есть связка понятия яблоко со словом яблоко, но я умышленно пишу, что это значит запретный плод. То есть, я использую знаки, умышленно не соединяю. Тогда это смысл. Если я напишу яблоко, это будет значение. Но иногда бывает, что у меня и слова такого нет. Ну, нет слова такого. И я пытаюсь… Ну, понятие есть, а слово еще нет. Я пытаюсь многими словами зафиксировать это понятие. Кстати, здесь очень интересный момент с творчеством. Вот витает в воздухе некое понятие. То есть, опять же, о коммуникации. Понятие должно быть у многих. Если оно только у меня, меня никто никогда не поймет, как бы я ни пытался его зафиксировать в чем-то. Витает в воздухе некое понятие. Все предчувствуют, что что-то вот там понятно, что-то такое вот есть. И только один гениальный человек садится, пишет гениальное произведение и называет. Это вот то. Слово какое-то. Или там словосочетание. И все говорят, да, вот, наконец. То есть, понятие предшествовало. Он попытался словами зафиксировать этот смысл сначала в неявном виде, а потом придумали слово и зафиксировали. Вот, понятно, ну, скажем, пример не из гениальности. Вот, скажем, есть смена государственного строя. Понятие такое, да? Но некоторые к нему относятся хорошо, а некоторые плохо. Я говорю, это плохая смена государственного строя. Это плохая. А он говорит, это же хорошо. Это же хорошо. Мы правильно сменили государственный строй. Это пока еще смыслы. А потом появились значения и слова. Переворот и революция. Бунт и революция. Получилось два слова. И теперь в следующий раз я буду использовать уже не смысл передавать какими-то словами, поясняя, что это плохо. А буду просто говорить, а это бунт. По значению использовать. И говорить, это революция, это значит хорошо. Вот. Вот приблизительно так. Там есть еще нюансы, но вот это довольно четкое пояснение. То есть, когда мы говорим, посмотри в словарь, мы говорим даже не смысл слова, а смысл значения слова. Там значение только. А вот как бы мне передать этот смысл тебе? Или, а, я понял смысл, или не понял смысл. Это вот то, что не фиксируется в значениях, а то, что стоит за значениями. Значения фиксируются раз, два, три, четыре, максимум четыре значения бывают. Услов. Смысл сколько угодно. Смысл можно передать без значения, без понятия? Нет, ну, если говорить о телепатии, то, может быть, да, понятие можно. То есть, вопрос идет о передаче понятия. Смогу ли я тебе передать понятие каким-то образом? То есть, в коммуникации я могу тебе передать понятие, либо по значению, если у нас, у меня есть такое слово, я тебе просто называю это слово, и те понятия, и те переходят. Я тебе называю яблоко, и у тебя понятие яблоко возникло. Либо я тебе пытаюсь передать смысл понятия, передать через множество слов, каждый из которых не является значением этого понятия, потому что его нет. Либо я из его ливерна сделаю, или вообще нет этого слова. Ну, либо я телепатически передаю, но это как бы вопрос. Тогда это уже не про смысл и не про значение. И смысл и значение всегда возникают именно в знаковой коммуникации. Вопрос тогда, когда возникает одинаковое понятие у двух людей. О, это да, 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 да. Это отдельный вопрос. То есть, в том-то и дело, что если я передаю свое, и, скажем так, я передаю свое понятие в текст, вот, я понимаю, что я закладываю смысл, а не значение, потому что я не могу его зафиксировать. Но другой человек читает этот текст, и говорит, о, я вижу все значения этих слов, ну, о, у меня понятие появилось, понятие. Но никакой гарантии, что это одно и то же понятие. Главное, что мы уже говорим, что это смысл, потому что оно не заключено в этих значениях. Но то, что одно и то же понятие, это никто не может сказать одно или другое. Долго, долго, долго выясняя в деятельности совместного обсуждения, мы, например, может, выясним, что это одно и то же понятие, и мы его поименуем, и тогда это будет значение. мы уже полностью по значению будем пользоваться. Ну, все, наверное.